Заказывал порядка 39-40 кубов пиломатериала обрезного. Предоплата составила 50% 102 тысячи. Он спрашивает у меня, какая у тебя сумма. Я говорю, 30 тысяч. Он сказал, эта сумма не очень-то такая уже большая. Мне опять сказали, что все нормально будет. И сделали предоплату 137 тысяч. В общей сложности строительная фирма АЭС собрала с клиентов порядка 2 миллионов рублей. Людей заманивали выгодными условиями. Стоимость бруса была ниже, чем у остальных, да и оплачивать можно было лишь половину суммы. Остальное покупатели должны были вносить по предоставлению товара. Поначалу ничего не вызывало подозрений, пока не подошло время доставки бруса. Марина – одна из доверчивых клиентов. Решила построить дом для своих приемных детей. Рассчитывала, что уже в мае отметят новоселье. Однако вместо дома стоит лишь старушка. Отдала им 75 тысяч предоплату и должна еще половину такую же сумму им отдавать. Теперь нет и ни денег, и ни материала. А деньги вы как? Из собственных сбережений или кредит пришли? Были накопления маленьких. Кредит взяли дополнительно, потому что участок покупается. То есть сейчас не строится ничего и кредит платите, да? Кредит оплативаем. Вынуждены платить кредит. Название фирмы АЭС не случайно. Это инициалы имен ее учредителей. Алдар и Саяна – предприимчивая супружеская пара. Прихватив 2 миллиона, как в воду канули. Найти их не может и полиция. В настоящее время сотрудники полиции проводятся мероприятия на установление местонахожения данного гражданина. В случае задержания будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159, то есть мошенничество. В таких случаях юристы советуют не дожидаться поисков, а сразу обращаться в суд. Тогда есть хоть малейший шанс вернуть свои деньги. Как только вы узнали о том, что какие-то признаки есть подобного рода, моментально, даже не писать заявление в прокуратуру, в полицию, потому что это затянется надолго, сразу же практически в этот день писать исковое заявление о возвращении денежных средств и сразу же к этому заявлению прикладывать ходатайство об аресте имущества этого ООО. Однако некоторым покупателям удалось дозвониться до нечистых на руку предпринимателей, но диалога не вышла. Возвращать деньги они не собираются. Чтобы помочь горожанам и призвать к ответственности так называемых бизнесменов, мы размещаем их фото. Если вы что-либо знаете о местонахождении Алдара и Саяны Ачировых, просьба звонить в полицию или в редакцию нашего канала. Юлия Пермякова, Виктор Горновской, Жаргал Церендашиев. Новости дня.